Всем привет! Сегодня я в студии Мэтт Бэнк и рядом со мной замечательный тату-мастер. Он сейчас с вами познакомится. Представься, кто-то тебя не знает, как всегда. Привет! Меня зовут Илья, Илья Гребенюк. Я являюсь мастером тату коллектива Мэтт Бэнк. Также я пытаюсь продвигать свой бренд статус-кво. Я начинал когда-то с него и он более на слуху пока что. Это студия так называлась? Или ты себя так называл? Это началось... Блин, это очень давно началось. Сколько лет ты вообще в татуировке? Так, чтобы работать для себя, пытаться что-то рисовать на дому для друзей и для жены. Я начал это в одиннадцатом году. В одиннадцатом году. Такой появился статус-кво. Да, и тогда же появилось именно название. Статус-кво вообще у меня в голове родилось еще, когда был такой мастер сейчас. Эдик Шадрин. И когда-то они давали объявление ВКонтакте, кто придумывает самое крутое название для студии, тому сделаем скидку на татухю. А я тогда даже думать не думал, что буду связан как с татуировкой. Я решил накидать им кучу названий, придумал как раз вот это статус-кво, а потом думал, блин, что-то очень классное какое-то название, и пожалуй, я его оставлю для себя на будущее. Вот. И статус-кво, получается, родился еще в те времена. А потом это стало просто уже как брендом. Я решил продвигать бренд, замутить бренд, сделать классный логотип, модный. Можешь показать. Находишь в целом логотипе. А, да. Я просто туха есть. Я думаю, блин, неудобно. Как тебе вообще пришла идея заниматься татуировкой? Кто-то может подвигать тебя, друзья, знакомые? Ну, в целом расскажи, как это было. Тут была совокупность двух факторов. У меня долгое время родители были очень против татуировки. И у меня всегда мама отшучивалась, что когда я шел, говорю, мам, я иду делать новую татуировку, не переживай, не расстраивайся. Она говорила, сын, ну хорош, давай вот мы тебе оборудование возьмем, ты другим делай, а себе не делай. И это у нас все как-то вот на отшучивалась-отшучивалась в один момент. А однажды я пришел к Эдипу на сеанс к Сармаеву. К знаменитому Сармаеву. Он тогда уже делал классные шедевры, и он очень многих, я считаю, сподвиг тоже вступать в татуиндустрию. Я был одним из тех людей. Я пришел к нему на сеанс, мы с ним на тот момент очень уже хорошо общались, уже более чем просто с мастером. Я мог к нему с какими-то вопросами обращаться. И вот он мне сказал, Илюха, у тебя уже база есть знаний, тебе бы это попробовать на практике. Мы с ним тогда тоже отшутились, я говорю, давай я буду делать про таки, тебе отправлять людей на коррекцию, будем денежку делить. Все, и как-то потом эта шутка у нас переросла в более серьезный интерес. А потом, как раз у Эдика на свадьбе же, мы познакомились с директором студии Аризона, с Володей, с Малавицким. И уже там с ним мы сдружились окончательно, уже прям я понял, что хочу быть поближе к этой индустрии. У Володи тогда Аризона развивалась семимильными шагами, и мне это стало очень интересно. Я решил, что да, пора бы попробовать начать. То есть ты начал свой путь с Аризона? С дома. А, из дома, да? Да, но я сразу хочу опустить этот период своей жизни. Очень интересно и тяжело было. А так, чтобы вот именно развиваться, пытаться развиваться, учиться, я начал с Аризона. Ты имел какое-то художественное образование, а давайте я учил, просто любил рисовать? Я просто любил рисовать, но у меня это не получалось. То есть у меня ни образования не было, ни... И сейчас? Образование сейчас нет, но рисовать уже получается получше. Слава Богу. В каком стиле сейчас ты предпочитаешь работать? Я предпочитаю работать в традиционной татуировке, в traditional, и сейчас еще начинаю потихонечку пробовать nail track, new school. То есть реализм ты не делаешь? Нет, потому что я знаю, что если я попробую сделать реализм, скорее всего у человека отвалится кожа, либо он сломает мне руки. Пока я не готов хотя бы на бумаге сделать что-то более подобное на реалистичный череп или яблотом рисовать, я не возьму сделать это на человеке. Смотри, ты планируешь ли ты в этом году в такой конвенции участвовать в какой-нибудь, ну и в нашей Казанской стиле? Ну очень, да, очень бы хотелось. Желание, есть огромное желание еще с прошлого года, единственное, что есть много факторов сторонних, которые могут притормозить это. Сто может помешать? Ну я семейный человек и прочитаю время в основном уделять все-таки семье, не рабочей. Но если в этом году я распределю время правильно, наконец-то, то я с удовольствием приму участие как минимум в Казанской конвенции. Как ты оцениваешь себя как мастера, вот ты говоришь, я приму участие, вот именно в этом стиле ты как-то считаешь свои силы? Рассчитываешься на награду или нет, если ты будешь участвовать? Ну я приложу, по крайней мере, все усилия, чтобы хотя бы просто не стыдно было это показать. То есть, возможно, и до наград мне, конечно, далеко. Ну хотя, можно же брать масштабами. Ну да. Может я вольну какую-нибудь гигантскую спину один за день. Ну нет, просто хотя бы показать, что вот посмотрите, я достиг вот такого уровня. Может кому-то понравится и уже начну себя заявлять более громко на других фестивалях. То есть ты никогда не участвовал еще нигде? Ну в плане мастера нет. То есть в конвенции я имею в виду участвовать? Ну я принимал участие в организации первой-второй конвенции, казанской. Нет, я имею в виду в плане мастера. А так как мастер, нет. А как ты считаешь, что татуировка в России на каком уровне находится? На данный момент я вот смотрю работы Фомы, ну и Ли Фоминых, смотрю работы Рябова. И начинаю понимать, что мы очень резко скакнули на достаточно высокий уровень. Потому что я помню еще лет 5-7, когда все начиналось, тусовка начиналась, по крайней мере для меня, для многих, с паблика клуб татуированных людей, КТЛ. Я помню там выкладывали такие работки, там у жены у меня был, маленький принц такой, ну на самом деле сделан очень так посредственно, обыденно. Но когда мы выкладывали такие работы подобные, это было, блин, классно. Тогда это было уровнем. Сейчас я понимаю, что если выложим на данный момент такую работу, да, я кроме как комментариев, фу, трэш, отстойка, мы больше ничего не увидим. Поэтому это очень резко все развивается. Как ты думаешь, что сподвигло Россию на шаг вперед? Ну, я никогда не думал об этом. Талантливые люди наши, талантливые мастера, талант наших людей. Безграничное желание самосовершенствоваться у большинства мастеров, которые уже на уровне. Если говорить о Казани именно конкретно, Казань среди российских городов на каком уровне находится? Я считаю, что достаточно хорошо ли наш город развивается в этом плане или наоборот? Много нехороших мастеров. Но одного мы знаем точно. Илюх, привет. Ну, Казань, на мой взгляд, такая, а нет, ну, третье-четвертое место я бы, наверное, Казань. Потому что я, например, на первое место по количеству хороших мастеров стоял в Москву-Питер все-таки. И очень мне нравятся работы новосибирских мастеров. Поэтому на одной чаше весов у меня Казань и Новосиб стоит. Здесь у нас, безусловно, есть крутейшие мастера. Тот же Илья Фаминых, тот же Амир Хаспий, который прорыв, я считаю, просто. Ну, сейчас, да, для Ньюскова. Да, очень молодец. И прям заявил о Казани. Ну, и помимо этих ребят, есть еще ребят, которые все чаще и чаще начинают появляться на площадках ВКонтакте с достаточно большим просмотром, и которые, ну, оставляют свой след. А вот мы сейчас знаем, что в Казани очень много стало появляться этих новых мастеров, которые сейчас я имею в виду. Что бы ты им посоветовал? Новым мастерам. Как новым мастерам и мастерам, которые только, то есть людям, которые хотят только этим заниматься. Какой-то совет, как идти этот путь? Общаться. Не добавляйте друг друга в черные списки, общайтесь, общайтесь друг с другом. Я помню, когда я начинал, я звонил ребятам в Питер по скайпу. То есть, дрыки, я хотел знать, как делать, ну, випшейдинг. Я звонил ребятам в Питер, там, Сашу Соди, Даниле Шинкову. Блин, ребят, ну, покажите, а? И вот каждый мне по-своему, но как-то показывал. Я обращался к Татьяне Кавановой, чтобы знать, как делать более плавные переходы. Я скидывал свои первые каракульки-рисунки Едику Сармаеву, чтобы он сказал, блин, используй циркуль, чувак. Вот, и общайтесь как можно больше. Приходите и просите ребят, можно хотя бы там посидим, взглянем хотя бы со стороны, чтобы как-то быть более близким к этому. Никто из мастеров, я уверен, что не откажет в совете. Ну, я тоже так думаю. Сейчас вот со всеми этими интервью, понимаешь уже, что, в принципе, все круглые группы хорошо расположены, но все равно все делается в стороне от круглого. Да был просто один такой период, вот когда мы сейчас с тобой обсуждали, что был такой период, когда вот, ну, не будем озвучивать имена, мы их не знаем, мы их не знаем. Когда просто писали людям, блин, давайте мы вот сделаем, не как они, а мы дешевле сделаем, даже не знав цену, в принципе, мы еще даже не успевали людям отвечать. И вот это тот период именно, я оставил такое впечатление, что, блин, студии переманивают друг у друга. Это и тормознуло, наверное, развитие. Да, и это очень оттолкнуло многих друг от друга. То есть там, когда понимаешь, что одного заметил за таким, другого заметил, уже начинаешь переживать как-то и неохота участвовать в этой грязной, честной игре. Как, есть что-нибудь такое, что ты не любишь свои пья? Когда матеряться много. Очень не люблю, когда сквернослойт прям. Я сам, конечно, могу иногда прям по-русски, да. Но когда это перебор, когда через каждое слово можно пикать-пикать-пикать-пикать, и ты общаешься с человеком. И слушаешь, пей-пей-пей, пей-пей, все прям отталкивает работу неохота. Неуважение, я считаю. Ну, да, с одной стороны. А ты сейчас работаешь по своим эскизам или по эскизам? Я к моей радости начинаю все больше и больше работать только по своим эскизам. Я начинаю понимать, что да, я могу сделать эскиз и могу его предложить человеку именно так, как он хочет, и для себя. И сейчас я, ну, блин, это, конечно, спустя четыре года я созрел, что надо по своим эскизам работать. Раньше ты этого не понимал или просто не мог? Я, у меня раньше фантазии не было нарисовать эскиз. То есть я понимаю, как я хочу сделать, да, но когда это доходило до бумаги, я думаю, блин, что же, что же делать? У меня получается... Представить можешь, да, в принципе, оно... Да, а потом, опять же, поизучав работы других мастеров, зарубежных мастеров, посмотрев, как они это делают, посмотрев видеоуроки даже по рисованию, очень это сыграло важную роль большую. И тогда уже начал задуматься, что да, пора бы уже делать свое. Это правильно, да. А вот мы поговорили о мастерах, которые мы сейчас можем отметить в нашем городе. А есть ли такой мастер или несколько, который ты недолюбливаешь, там, или же какой-то негативный... Есть что-то такое? Нет такого, что прям негатив, есть недопонимание некоторых моментов, когда человек, там, не знаю, очень грязно за спиной поливает. Там, где сырает, когда человек говорит, что... Ну, сам, находясь на уровне, грубо говоря, либо на моем, я, кстати, вернемся немножко к старому вопросу, я свой уровень оцениваю недостаточно высоким, чтобы что-то о ком-то говорить за спиной. Есть люди, которые находятся на таком же уровне, считают себя прям уже такими супер-профи, что они всего достигли. Они могут и реализм валить классный, и контурнуть замечательно, и прочее, и пятое-десятое. И про других говорят, что... Да ну, фу, не ходите к ним, они упыри. То есть, не зная о нас, не зная о нас работы и прочее, начинают поливать грязью. Ну, то есть, ты таких конкретно знаешь, да, скажем так? Называть не будем, но... К сожалению, знаю, да. А за все годы твоей практики был ли какой-нибудь случай самый трешовый или самый смешной, веселый какой-нибудь с клиентом или без вообще жизни татуировки, пока ты здесь находишься? У меня... У меня... Блин, у меня был случай смешной в плане процесса, когда чувак мне сломал кушетку и вырубил меня с вертухи. Да ладно? Он был настолько большой, что просто, когда он вставал, кушетка переломилась вперед, короче, и он, получается, ногой мне выдал в челюсть. А, я думал, он тебе просто сверзует. Ну, он, получается, закрутился так, его завертело, и он мне ногой прилепил, и я немножко поспал. Было весело. А так, у меня есть очень классных два друга, два клиента, которые готовы именно делать треш, которым я могу сказать, позвонить, сказать, блин, чувак, когда сделаем тебе письку на ляхе. И он приходит и делает, и мы берем там, что-нибудь пририсовываем туда, берем, делаем ему, стремну татуху на затылке или валиваем что-нибудь ему на задницу. И я очень рад, что есть такие моменты. Это очень оставляет мне сгладить Диму. Тем более, это приятный делал. И очень хорошо, что люди сейчас начинают уже не так заморачиваться по поводу своей кожи и могут выделить такие участки именно под что-то такое. Треш веселья, угарка, рок-н-ролл. По поводу еще планов на будущее. Какие есть эти планы? Ты сказал, что Казанская конвенция, но еще на более будущих планируешь. Ты часто работаешь в студии, а планируешь ты свое? Что-то я был один или тебе приятнее работать в коллективе? Так это и есть мое. Вот каждый, кто у нас здесь находится, это каждого. У нас нет такого понятия, что мы какая-то студия. Мы не ограничимся одним понятным студиям. Мы творческое пространство. И поэтому все, что здесь есть, и все, кто здесь есть, каждый здесь хозяин, каждый вон здесь сделать, что он хочет. Ну, в рамках разумного, развиваться творчество, как он хочет. И поэтому у нас в этом плане никаких напрягов нет. Мы себя не ограничиваем ни в чем. И мы не обязываем друг друга что-то выполнять. То есть у вас тут нет, вы все вместе, коллектив, дружный, да, и тебя это устраивает. То есть ты не собираешься работать один? Да это даже уже не то, что коллектив, это уже вторая семья. Потому что я здесь провожу ровно 50% своего времени. И когда приходишь именно к людям, с которыми хорошо проводить время, от которых ты чувствуешь постоянно поддержку, ради которых тебе охота развиваться, самосовершенствоваться, чтобы уже не только самого себя продвигать, а продвигать коллектив. И мы, им очень классно с такими людьми быть. Это, на самом деле, вот эта семья уже. Не просто как-то тату, тусовка, тату-студия, это семья. Прекрати. Есть люди в нашем городе, вообще в России, которые негативно относятся к людям, которые вообще имеют татуировки, и тем более делают на других. Еще есть люди, которые думают, что люди с татуировками, они не ячейки общества, а какие-то, я не знаю, какие-то темные люди, личности. Вот есть что тебе сказать по этому поводу? Вот у тебя есть семья, по крайней мере, да? То есть это уже ответ таким людям. То, что ты ячейка общества, у тебя есть семья, не какой-то ты там изго и того подобного. Как ты относишься к этим людям, которые смотрят на нас на улице и заяцам вообще? Ну, да, тоже я татуированных людей тоже могу разделить, да, на две ячейки. Это татуированные, вот как мы с тобой, которые сидим-сидим такие классные все в наколках, но можем прийти куда-нибудь на светское мероприятие, на какую-нибудь встречу, мы можем прийти в галстучках, прийти в костюмчиках. И никто не скажет, что мы какие-то не такие, никто не узнает ничего о нас. А есть люди, которые там на весь лоб себе делают надпись, растягивают все гигантские дыры в ушах, забивают себя вот так, по-моему, шею. И вот такие люди, они, ну да, они пугают даже меня иногда. Ну, я немножко, наверное, не привык тоже к этому. Для меня слишком кардинальные такие изменения. То есть вы тоже к этому относитесь? Я не могу сказать, что я отношусь к этому с негативом. У меня просто есть небольшое невосприятие, вот и все. А по поводу остальных людей, которые не понимают, они, скорее всего, боятся. Людям свойственно бояться то, с чем они сталкиваются сами. Я просто даже, у меня был пример в поезде, мы с нами очень некрасиво обошелся проводник. У меня супруг на тот момент была беременна. Я с ним стоял в куртке, вещах, я с ним стоял, беседовал. И он прям весь такой классный, деловой, крутой был. Но когда я разделся, я закатал рукава, вот так встал. Я думаю, давай поговорим. И он сразу почему-то, видимо, подумал, что я какой-то слишком сидевший или что. Слишком сидевший. Ну, классно. Ну, да. Кодировки еще и защищают. Да, и поэтому людям просто страшно, наверное. Они не готовы пока. Для них это же все еще пережитки в 90-х, когда татуировка значит зэк. А когда татуированный зэк с дырками в ушах и с глазами закрашен, это же вообще бабушка. А как ты относишься к татуированию, потому что зрачки и татуировки? Ну, вот это как раз. От объекта, наверное. Да, это все к тому же разряду, что лица и прочее. Ну, мне пока не понять, наверное. То есть я не буду отрицать, у меня есть друзья, есть знакомые с залитыми глазами, с залитым лицом. Но сам бы я это не сделал себе. Я понял. А на каком самом большом месте делать сурок? На жопе. Прям на жопе? На попе. По центру или? На правой ягодице мы делали надпись «Фабрика приключений». Да? Есть у тебя где-то работа? Да, но в свободном доступе у меня в альбомах. Я тебе потом ставлю. Как ты считаешь, важна или играет роль мотивация в бизнес-татуировочке? И как ты себя мотивируешь? Да, мотивация безусловно важна, потому что нет мотивации, есть лень. Если у тебя нет мотива к развитию, ты, соответственно, зацикливаешься на том уровне, который ты достиг. У меня основная моя мотивация – это моя семья. Потому что на данный момент татуировка – это основной наш заработок. Я содержу себя, содержу свою любимую жену и доченьку. И чтобы мне продолжать в том же дух содержать, мне надо постоянно совершенствоваться. Постоянно развиваться, чтобы люди знали, что они идут за качественными татуировками. И чтобы они были готовы за качественную татуировку платить хорошие деньги. То есть это наш заработок. Тут скрывать нечего. И надо платить за хорошую работу. А каким качественным добавкам? Я сейчас, по-моему, прорекламировал студию Этики Сарманов. Надо платить за хорошую работу. Расскажи в качестве дополнения, каким оборудованием ты работаешь, какой краской и вообще в целом что ты используешь? Краской я работаю интернет-интензо. Только. А, ну и черный динамик. По оборудованию сейчас полностью перешел на скиндуктор. Контурюм моделями. R1 Hard? R1, R1-2 Hard, если не ошибаюсь. Ну, это что-то больное. Да. И индукция на кондук. Индукция в деклайнер. Я не помню, там что-то. Kill Build, Kill Builder, Kill Building. Это первая модель, какая-то из первых. То есть это на тачках сном равно? Да. Ну, то есть у меня есть для точки, я иногда пробую делать точки для этого я бурлака использую. Очень хороший поворотник у него, ротор. Ну, и так у меня висит в гараже Влад-Блад. Висит у меня кто-то еще у меня висит, я даже не вспомню весь гараж. Но предпочтение я отдаю иглами, а стараюсь работать только Владовскими. Если есть возможность приобретать гидру Эконовскую, если есть возможность приобретать экскалибур, то да, я с удовольствием беру эти иглы. Но в большинстве случаев я использую иглы Барихина. Это пока действительно лучше, чем я работал. И в качестве как бы украшения хотел бы что-нибудь еще добавить к своему рассказу, к своему участию вообще. Это видео будут смотреть люди, например, там через три года и вспоминать, какие были мастера там, да, то есть сейчас какие они. Что бы ты хотел себе в качестве памяти? Ребята, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы приходили ко мне сейчас. Спасибо за то, что вы придете ко мне через три года, да, сказал? Через три года я буду более худой и более профессионально к тому времени. Более худой? Да. По-больному? Да, это прям важно. Бешен немножко закрыл. Нет, я хочу сказать спасибо. Спасибо тем ребятам, которые сейчас приходят ко мне. Спасибо ребятам, которые голосовали у тебя на стене. Видимо, действительно было интересно увидеть меня, послушать, о чем я скажу. Это было и тебя клести прям так классно. Отлично. И хотелось бы сказать тебе спасибо, то, что взялся за такой классный проект, потому что я очень многое услышал от других мастеров, с которыми мы не общались. И, блин, они стали мне интересны. Я думаю, классно, надо на досуге заехать и пообщаться познакомиться поближе. Я тоже потому, что это правильно, это объединит нас. Да. Что ж, мы были в студии Матбэнк, с нами был Илья нормальный. Все, спасибо большое. Спасибо тебе, Андрей. Пипку можно отцеплять? Да. Классно. Теперь кофе-то будешь? Да, можно. Теперь еще чай придется у нас. Спасибо. 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 Продолжение следует...